Здесь, на улице Широкой, в поселке Мясокомбинат, планируют строительство стадиона для технических видов спорта. За 4-5 лет на этом месте должны появиться футбольные поля с трибунами, хоккейная площадка, автодром и лодочная станция. Здесь на асфальтовой площадке у нас карсингом могут заниматься, на мотодроме мото, на футболе, вы сами понимаете, все легкоатлетические виды спорта могут заниматься. В Калды хоккей, зимой, летом футбол. На воде это байдарки, канои и сейчас у нас водные мотоциклы. Возможность появления здесь стадиона и другие проблемы поселка местные жители обсудили на встрече с главой Самары Дмитрием Азаровым. Как отметили старожилы Мясокомбината, высшее должностное лицо города посещает эту территорию впервые за всю историю поселка. Дмитрий Азаров уверен, новый стадион достал чок к развитию поселка. За собой это обязательно потащит решение вопросов по транспортной доступности, по благоустройству и так далее. Единственное, чего опасаются жители, шума моторов. Спортсмены успокаивают, современные мотоциклы и картинги работают не громче легковой машины. Да и соревнования будут проходить только в дневное время. Это как бы огромный плюс вообще в жизни, уметь водить, уметь технически быть подкованным. Я очень рад и очень рад буду тому, что если появится новая трасса, ближайшая трасса, поселок Воскресенко, например, то это километров 80 от дома. И сюда мне минут 20-25 езды. Горожане пожаловались мэру и на состояние дорог, которые не выдерживают ежедневного потока фур, следующих на промышленные предприятия поселка. В течение квартала мы разработаем предложение и приедем с вами, согласуем, что здесь можно сделать по развитию уличной дорожной сети, в том числе возможного строительства объездных дорог для предприятий. Много жалоб прозвучало и на работу компании «Строэффект». Жители отмечают, машины компании несут в поселок цементную пыль. Там на расстоянии двух шагов уже не видно после того, как пролечают машины. Все зацеплено. Невозможно дышать, просто невозможно дышать. Мы уже просто выходим, жители выходят, поливают асфальт. Глава предложил представителям предприятия исправить ситуацию самим, не дожидаясь проверок контролирующих органов. Если это все тащится на территории города и поселка, у нас точно есть механизм и правовые основания для применения штрафных санкций. Поэтому лучше это сделать до того, как мы придем к проверке и оштрафуем, а придем мы не одни. Встреча с жителями растянулась на два с половиной часа. Обсудили вопросы медобслуживания, график движения общественного транспорта, патриотическое воспитание молодежи. Все предложения горожан взяты в работу.